банкир это человек который одолжит вам зонтик в солнечную погоду чтобы забрать его как только начинается дождь ну а теперь сами банкиры пойдут с протянутой рукой в центробанк за деньгами ведь после отзыва лицензии у про бизнес банка все банки входящие в финансовую группу лайф в том числе вуз банк национальный банк сбережений банк пойдем банк экспресс волга газ энергобанк и банк солидарность ввели лимит на выдачу наличных средств по картам в размере 15 тысяч рублей в сутки в колл-центрах банков не уточняют будет ли этот лимит действовать и в дальнейшем причину введения ограничений банкир объяснить не могут правда сейчас они вообще мало что могут объяснить президент россии владимир путин потребовал обеспечить контроль за обоснованностью решений влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги а также принятие мер реагирования в случае выявления нарушений в этой сфере также правительству предстоит проанализировать эффективность работы по передаче в концессию объектов коммунального хозяйства в том числе с точки зрения качества и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению изменения размеров платежей за коммунальные услуги интересно а как отчитаются за деятельность самарской компании ркс который входит в печально известный холдинг виктора вексельберга центробанк зафиксировал у российских авиакомпаний наибольшие темпы роста просроченных задолженностей за 2015 год их объемы увеличились более чем на 600 процентов как следует из данных центробанка наиболее сложными для отрасли было лето прошлого года и конец 2014 начало 2015 года правда на данный момент темпы роста просрочки несколько замедлились за первые полугодия этого года она выросла на 28 процентов а за июнь ее объем и вовсе сократился на 7 процентов объем кредитования авиакомпании также неуклонно растет за год до 1 июля он вырос на 44 процента до 229 миллиардов рублей просрочка авиакомпаний достигла 7,3 процента от объема привлеченных средств больше всех от кризиса пострадали трансаэра и ютейр наконец марта 2015 года долг последний составляет 75 миллиардов рублей общий долг почти 170 миллиардов рублей стоит отметить что финансовые трудности авиакомпания трансаэра начала испытывать еще с 2014 года тогда государством было выделено 9 миллиардов рублей на ее поддержку курс доллара на 13 августа 65 рублей 1 копейка курс евро 72 рубля 20 копеек золото стоит 2334 рубля за грамм серебро стоит 32 рубля 11 копеек за грамм цена нефти марки бренд 50 долларов 27 центов за баррель на сегодня это все удачи в делах центов за баррель на сегодня это все удачи в целом